Сегодня у нас 22 марта, православный праздник Сороки. На улице у нас снежок выпал, и даже минус три было ночью. Мы сегодня будем праздновать праздник этот. Кто печет, а мы сегодня будем варить вот такую кукурузу. Мы ее разморозим сейчас, и я покажу рецепт очень вкусной, сладкой кукурузы. Если у вас много кукурузы, и подошла уже осень, и вы уже не хотите кушать, ее можно заморозить, и я вам покажу, как я это быстро делаю. И она сохраняет буквально свои качества в течение даже полутора лет. Берем сеточку, у меня вот такая для огурцов я делаю кукурузу, помещаю в сетку. Вот так ее. Пять штук в эту сеточку влезает. На плите у меня кипятится вода, а здесь рядышком стоит со льдом. Вот здесь не лед, я ее больше еще охлаждаю. Закипела вода. Я свои початки буквально на две минуты окунаю в кастрюлю, в кипяток. Итак, две минуты нашей стекли, я сразу же беру и окунаю в холодную воду, в ледяную. Прошло у нас две минуты, и достаем мы свою кукурузу. Протерли бумажным полотенцем, вот даем им немножечко обсохнуть. Как видите, вот они мягенькие стали. Берем пищевую пленку и каждую кукурузинку эту вот мы вот так вот обматываем пищевой пленочкой. Если вы обернете фольгу, вот так вот эти початки, они еще будут лучше храниться. И когда их варить прямо с фольгой, можно и в микроволновке варить, и можно и в мультиварке варить, или же обычно в духовке. Завернули и теперь кладем в морозильную камеру. Заморозится наша кукуруза, мы ее будем варить и парить, да все что угодно и с нее делать. Она сохранит все свои первоначальные качества. Заморозится наша кукуруза. А сейчас я расскажу вам секрет готовой кукурузы. Взять зубочистку и проткнуть не сами зернышки, вот как мы всегда делаем, а наоборот. Между зернышек, если наша зубочистка проходит легко, вот как вот у меня прошла, значит наше лакомство готово. То это и есть проверка готовности, что наша зубочистка проходит именно початок сам. Все, наше угощение готово, пора подавать к столу. Именно мягкость самого початка говорит о том, что сочные початки пора подавать к столу. Вот две кукурузы. У нас сварено это в фольге, а это без фольги. Кукуруза ароматная, сочная, мягкая. Наверное, вот это молоко вместе со сливочным маслом дало вот такую структуру мягкости кукурузы и очень вкусная. Так что в этом году буду замораживать кукурузу и варить будем зимой. Очень вкусно и очень даже полезно. Никакие свойства не теряются. А еще я вам расскажу один способ очень вкусной варки кукурузы. Я вам в интернете пока не встречала, пересмотрела много роликов, но не видела. Это мы делали в детстве и родители нам делали такое. Есть кукуруза, которая уже старая. Ее уже невозможно есть, конечно. Ну, только засушить и потом уже распаривать где-то в микроволновке или же, может быть, в печке, у кого печки есть. Берем ножик обычный и вот так вот против начинаем скоблить нашу кукурузку. Так что вот так вот берем и как бы вот эти верхушки мы стягиваем. Вот так вот. Получается как барашки. А если у кого есть такой вот ножик с зубчиками, еще лучше. Вот он берется и скоблится. Кукурузу буду варить в обычной воде. Никогда не солит кукурузу, иначе будет от соли она жесткая. Варить я кукурузу буду на режиме тушения. Сейчас вот она у меня на жарке закипела вода, и перевожу я на тушение. И пусть она тушится. Тушится будет наша кукуруза в течение двух часов. Смотрите, какая она, вот такая лохматенькая, барашками такими. Она будет мягкая, сочная. Подсолить и вкушать. Вот такая вот кукурузка аппетитная у нас получается. Спасибо вам за просмотры. Ставьте лайки, комментируйте. Я вам желаю всего-всего доброго.